Инна Санна Мершниченко для представления своего доклада. Инна Санна, вам слово. Здравствуйте. Добрый день. С удовольствием послушала ваш доклад. Ну, теперь перехожу к своему выступлению. Спасибо, вам слово. Коллеги, инфекция верхних дыхательных путей – это такая огромная вообще проблема. Мы её всю с вами, конечно же, не охватим. Сегодня я хотела поговорить о такой небольшой части проблем для лечения верхних дыхательных путей. Это проблемы... Можно презентацию? Это как-то себя вижу, но хотелось бы ещё и презентацию увидеть. Спасибо. Проблему боли в горле. Да, сейчас даже перескочила. На самом деле, да, всегда, очень большинство людей считает, у меня болит горло – это точно ангина. На самом деле, на первом месте, конечно же, не стоит забывать про хроническое воспаление задней стенки глотки у хронических фарингитов. Очень много их. Какие мы видим? Во-первых, стандартные катаральные, которые, да, мы можем только по клинике, по анамнезу определить, что это острое воспаление, либо хроническое. Это атрофический, либо субатрофический фарингит. Это гипертрофический, как диффузный, так и боковой. И если в полости носа мы обычно говорим, что ренит здесь атрофический, здесь субатрофический, здесь гипертрофический, то вот как раз в глотке очень часто бывает как бы сочетанием. Допустим, на фоне атрофического фарингита могут быть гипертрофические бляшки. И наоборот. Почему так много фарингитов? Ну, потому что часто бывают острые фарингиты. Опять же, полость рта, ротоглотка – очень взаимозависимый орган от других проблем. Очень часто хронический тензелит – это бич нашего времени. Это синуситы, постназальный затек, о котором мы тоже поговорим. Это кари из зубов. Это то, казалось бы, мы живем в Москве, пациенты приходят с такими зубами, что, как говорится, мама не горюй. Это длительное изруднение носового дыхания. Если нас слушают лору, у нас есть пульмонологи, ну, поверьте мне, приходят пациенты с жалобами на боль в горле, а как дышит нос? Прекрасно, я же на каплях много лет, это совершенно нормально. Это, понятно, сопутствующая патология желудочно-кишечного тракта. Герб, рефлюкс. Доктор, я к вам пришел с болью в горле, а вы меня отправляете к гастроэнтерологу. Да, это тоже причина. Постназальный затек и так далее, и так далее, и так далее. Катаральный фаренгин, как я уже говорила, это практически такое стандартное, как проявление ОРВИ. Если только пациент говорит, что сейчас, он чувствует себя как всегда, как обычно, то есть ничего такого нет, всего уже месяц, два, три, вот такой дискомфорт, мы понимаем, что это уже не острый процесс, а хронический. Вот когда мы видим вот такую заднюю стенку глотки, понятно, да, что здесь даже видно, это слизь, которая стекает из носоглотки, понятно, что мы не кинемся лечить сразу эту патологию, вначале надо разобраться с полостью носа, с околоносовыми пазухами, и тогда уже приступать к лечению задней стенки глотки. Здесь хронический риносинусит. Когда мы видим вот такую картину, опять же, вот здесь, скорее всего, будет проблема с желудочно-кишечным трактом. Мы сначала уберем ту причину, а потом то, что останутся вот эти гранулы, мы их аккуратно в ремиссию прижгем, и все у пациента будет хорошо. Очень трудно лечиться любые атрофические процессы, в том числе и при фарингитах, так называемые лакированные, блестящие задние стенки глотки, то есть мы светим рефлектором, мы светим отраженный свет, и нам как бы тоже идет свет из полости рта, задние стенки глотки. Очень выраженная сухость, истончение слизистой оболочки, видны все сосудики. И если раньше вот такая тяжелая картина встречалась у более пожилых пациентов, то, к сожалению, атрофический фарингит достаточно молодеет, мы видим уже в более молодом возрасте, опять же, все что угодно и сопутствующие патологии, сахарный диабет и проблема с носовым дыханием, то здесь надо разбираться, и эти пациенты, к сожалению, достаточно плохо лечатся, то есть как бы такая вроде мелочь, но достаточно трудная группа пациентов. Для пациентов это не мелочь. Как отличить хронический фарингит? То есть если пациент приходит с ангиной, и говорит, доктор, не могу не проглотить, мне все болит, дышать трудно, то вот именно при фарингите, они говорят, что знаете, я кушаю, я пью чай, вроде нормально, а вот просто проглотить слюну мне очень больно. То есть так называемый пустой глоток, мы сразу понимаем, что имеем дело именно с проблемой задней стенки глотки. И если ремиссия, то этих пациентов в принципе ничего не беспокоит. А вот при атрофии, особенно выраженной, к сожалению, не бывает ремиссии, вот эта сухость в глотке, вот эти болевые ощущения на фоне сухости беспокоят пациентов практически в течение всего года. Опять же, достаточно много инфекционных заболеваний протекают с изменениями в лимфопитериальном глотчном кольце, в дневных миндальных, например, инфекционный моноклеоз, о котором тоже не стоит забывать, и опять же, когда мы видим высокую температуру, увеличенные лимфоузлы, налеты, сразу хочется назначить антибиотик. Когда коллеги назначают защищенные пенициллины, обычно пациенты весь покрываются сыпью, тогда мы точно понимаем, что это инфекционный мононуклеоз. Это картинка из интернета, это картинка из Перми, вот так выраженный кандидоз слизистой оболочки полости рта. Опять же, это не на ровном месте, это пациенты с ВИЧ-инфекцией. Мы сейчас очень много говорим про ковид, это действительно ситуация, пока не пришла к своему логическому разрешению, очень много таких пациентов, но другие заболевания тоже никуда не делись, и вот, например, ВИЧ-инфекция, она также существует и спит, поэтому вот когда мы видим такой выраженный фарингомикоз, надо обязательно пациента направить на дообследование, и, к сожалению, в ряде случаев мы выявляем сопутствующую инфекцию. Это тоже фарингомикоз, очень похожий на ангину, но у пациента в анамнезе два курса системных антибиотиков, то, о чем говорил Андрей Алексеевич, это на всякий случай применение антибиотиков, к сожалению, до сих пор можно купить их без рецепта, но здесь другая картина небольшого дискомфорта, невысокой температуры, понятно, что мы не будем на системный антибиотик, что мы здесь возьмем мазок, и как раз противогрибковая терапия даст положительный момент. Достаточно много у детей, но встречается и в подростковом, и в более уже взрослом возрасте герпетическая ангина. Пациент жалуется на выраженную боль в горле, очень болит, высокая температура. Мы сейчас все боимся ковида, мы стараемся сократить общение с пациентом, тем более, когда мы смотрим ему непосредственно в рот, в глотку. Не все замечают вот эти высыпания, и тут же назначается, опять же, системная терапия антибактериальная, которая не нужна. Да, бывают достаточно выраженные герпетические высыпания, все-таки внимательнее посмотреть, герпеса не так мало, опять же, совершенно другое лечение, а как раз не системная антибиотикотерапия. Вот когда мы видим вот такое, вот прям пылающее вроде зев, все воспалено, все-таки, коллеги, стоит подождать сутки-двое, фитотерапия, местное лечение. Если есть возможность использовать стрептотест, потому что все-таки именно стрептококковый тензелит, мы сразу начинаем с системной антибиотики, по всех остальных ситуациях мы ждем. В этой же ситуации, да, вот опять же, да, вот это непонятно, да, температура, вот вроде все, но посмотреть, нет, не проявление ли это острой вирусной инфекции, все-таки подождать, сказать, да, давайте мы, наверное, начнем антибиотики, давайте подождем сутки, давайте посмотрим, если это настоящая стрептококковая ангина, она себя проявит. Все-таки мы начинаем лечение с местных антисептиков. Очень здорово, когда у нас с вами есть препараты с анестезирующим эффектом, да, фитотерапия. По показаниям системной антибиотики, еще раз хочу подчеркнуть, именно при стрептококковом тензелите, при бета-гематическом стрептококке группы А, которая вызывает целый ряд осложнений. Понятно, что в этой ситуации мы начнем с вами антибиотик, и в этой ситуации мы обязательно начнем на 10 дней адекватный антибиотик в адекватных дозах. Если этого не будет, да, это может перейти либо в фридмонозную ангину, либо в паратензелярный абсцесс, как вот на этой картинке. И вот пациент после вскрытия паратензелярного абсцесса, я уже говорила про кари с зубов, посмотрите, москвич, посмотрите, какие ужасные зубы, и понятно, что, скорее всего, вряд ли он придет на удаление миндалин, но, скорее всего, к нам вернется с очередным паратензелярным абсцессом. Понятно, что очень благоприятные условия как раз для скопления патогенных микроорганизмов, поэтому не стоит забывать про полоскание полости рта, которое помогает убирать этот налет, ни в коем случае не соскребать его, не удалять ложку, как делают пациенты. Ну и другие заболевания, кроме именно наших лоровских, казалось бы, какая-то непонятная язва, начинаем лечить, берем биопсию, спешить не надо. Вот еще одна непонятная язва. Ну и в первом случае, в втором случае это как проявление сифилиса. Он тоже никуда не делся, ковид-19 его не выдавил из нашего обихода, поэтому не стоит забывать. Да, берем биопсию, но только после полного обследования пациента плюс все анализы на инфекции. Корь также существует, коревая ангина, тут надо смотреть, осматривать не только в полости рта, но осматривать всего пациента, исключать сыпь. Скарлатина точно так же, тот же стрептококк вызывает, да, пиогенус, поэтому здесь будет и ангина, но еще и проявление на коже. Это в основном, конечно, в детском возрасте, но тоже не стоит пропускать. Это пациентка, которая хотела сказать несколько слов, она обошла всю Москву, и всех специалистов жаловалась на боль в горле. Она не могла сказать, все смотрели заднюю стенку глотки, миндальны, говорили, девушка, что-то с вами, что-то вы придумываете. Оказался красный лишай. Посмотрите, дно полости рта. То есть, когда врач внимательно осмотрел всю полость рта, выявил проблему, оказалось, что девушку не сумасшедшая, действительно ее надо лечить. Иногда бывает такое, посмотрите, ребенок с ложкой во рту бегал, да, вот здесь инородное тело глотки, такое тоже бывает. Слава Богу, здесь закончилось все хорошо, ложку удалили, ребенок жив-здоров, и все закончилось благополучно. Спасибо за внимание, коллеги.